Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Святаго Отца нашего Иоанна Затауста К стагерию подвижнику Увещание первое, продолжение Итак, когда подумаешь, что ты для Христа оставил Отца, дом, друзей, родных, несчетное богатство и великую славу терпишь теперь, такую скорь, то не падай духом Отчего рождается недоумение? Тем самым и разрешится наше недоумение Как? Бог не может солгать А Он тем, кто оставит все это, обещал вечную жизнь Ты презрел и оставил все Что же тебе препятствует надеяться на это обещание? Постигшее тебя теперь искушение Но что оно по отношению к обещанию? Бог обещал нам вечную жизнь и здесь А если бы даже и здесь надлежало исполниться этому обещанию И тогда не следовало бы скорбеть, потому что человеку благочестивому и верующему Надо бы так крепко полагаться на обетование Божие Чтобы в виде противоположные им события не смущаться и не отчаиваться в их исполнении Смотри, какое обетование получил верный Авраам И что повелевалось ему делать Обетование состояло в том, что потомки его от Исаака наполнят всю вселенную А повеление требовало, чтобы он заклал того самого Исаака Потомками которого должна была наполниться вся земля Что же, смутило ли это праведника? Нет И при таком разногласии и противоречии повеления с обетованием он не смутился Не усомнился и не сказал чего-нибудь такового Бог одно обещал, а другое теперь заставляет меня делать Вот этого сына обещал мне великое множество потомков А теперь повелевает закладь его Как же то сбудется, если пресечется этот корень? Верно, Бог обманул меня и посмеялся надо мною Ничего такого Авраам не сказал, даже и не подумал И весьма справедливо, потому что если обещает Бог То хотя бы представлялись тысячи препятствий к исполнению обещанного Не должно смущаться и сомневаться в исполнении Действие силы Божия в том особенно состоит, чтобы без выходного положения Находить выход Так рассуждал тогда и блаженный Авраам Посему Павел изумлялся вере его и сказал Веру Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака И имея обетование, принес единородного Евреям 11.17 Указывая и намекая на то самое, о чем я теперь сказал И не один Авраам, но и правнук его Иосиф, хотя и видел, что данное ему обетование остается без исполнения в течение долгого времени И по многим обстоятельствам, однако остался непреклонный, потому что он обращал взоры свои только к обещавшему А если бы он предался человеческим рассуждениям, то отчаялся бы в исполнении обетования Виденный им сон предвещал поклонения ему братьев и родителей А события были не таковые и во многом не соответствовали этому Во-первых, те самые, которые должны бы кланяться ему, ввергают его в ров И, продав иноплеменникам, отправляют его в чужую дальнюю землю Эти события казались столь противоречащими сновидению Что сами несчастные братья его насмехались над ним и говорили Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его И бросим его в какой-нибудь троп и скажем, что хищный зверь съел его И увидим, что будет из снов его Бытие 37, 19, 20 Затем окупивший Иосифа опять продают его не какому-либо свободному человеку, но царскому рабу И этим еще не окончились его несчастья Но подвершись клевете госпожи и быв осужден, он много лет жил в темнице И хотя другие выходили оттуда, оставался там еще долгое время Несмотря на столь многие обстоятельства, которые могли смутить души его Он остался непоколебимым Таково же и наше положение Или вернее, оно еще более затруднительно Нам Бог обещал Царство Небесное, вечную жизнь, бессмертие, бесчисленные блага А происходящее и случающееся с нами теперь именно смерть, тление, наказание, мучение И различные непрерывные скорби далеко не соответствуют этому Для чего же Бог делает это и попускает такие события, которые противоречат обетованию? Этим Он совершает два величайшие дела Во-первых, представляет нам несомненное доказательство и силы То есть, что Он может привезть в исполнение обетования, по-видимому, самые невероятные Во-вторых, научает нашу душу верить Ему во всем Хотя бы события оказались противоречащими предсказаниям Такова сила надежды Она не послышает того, кто истинно предан Ней Если же так поступали те, которые получали обещания здешних благ То гораздо более должно поступать так нам Которые надеемся на исполнение благих обетований Не в настоящей жизни, но в будущем веке Аминь Продолжение следует